В эфире телеканала Первый Карагандинский новости в студии Гульнор Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Карагандинской области остро ощущается нехватка дошкольных учреждений. Сейчас в очереди стоят более 14 тысяч малышей. Областные власти призывают создавать частные детские сады. Сделано многое, предстоит сделать не меньше. Аким Караганды Нурлана Убакиров доложил первому заместителю Акима Карагандинской области Ассалбеку Дюсюбаеву о планах по ремонту дорог в следующем году. Молодое пополнение. В торжественной обстановке приняли присягу молодые сотрудники Департамента внутренних дел. Десяти новобранцам вручили офицерские погоны лейтенантов полиции. В Карагандинской области не хватает 33 дошкольных учреждений. В очереди в детские сады сейчас стоят более 14 тысяч малышей. А в республиканском бюджете денег на строительство новых садиков нет. Глава региона Нурмухаммед Абдебеков предлагает карагандинцам воспользоваться программой государственно-частного партнерства и стать владельцами детских садов. В области остро чувствуется нехватка дошкольных учреждений. Темпы рождаемости ставят под угрозы указ главы государства о своевременном обеспечении детей дошкольным образованием. В очереди более 14 тысяч малышей. В основном не хватает садиков в Караганде и Тимиртау. За счет рационального использования площадей в действующих организациях образования только за последние два года нами создано более 1 тысячи мест новых. Однако этот ресурс на сегодняшний день практически исчерпан. В ближайшие три года у нас есть возможность открыть всего 325 мест. Это равносильное строительство одного детского сада. Решить эту проблему возможно путем открытия частных детских садов и реконструкции имеющихся зданий, пояснил чиновник. В последнем случае бюджет выигрывает. Ведь на строительство одного здания необходимо примерно 750 миллионов тенге, а при реконструкции всего 350 миллионов. В настоящее время в Абайском районе завершается реконструкция здания высшего санатория, где уже в конце этого года планируется открыть детский сад на 75 мест. Из местного бюджета выделено 48 миллионов тенге, в том числе на ремонт 29, оснащение 15 миллионов, содержание 3,3 миллиона тенге. И в целом в Абайском районе работа по развитию дошкольного образования сети проводится на очень высоком уровне. Денег из республиканского бюджета на строительство не будет, заявил чиновник. Поэтому местным исполнительным органам нужно обходиться собственными силами. А это значит, нужно привлекать частных предпринимателей. А так как коммерческие дошкольные учреждения – не очень прибыльное дело, то и желающих не особо много. Несмотря на это, Аким области призывают карагандинцев заняться этим бизнесом. Чиновники обещают помочь не только в оформлении документов, но и в выделении субсидий. Денежные средства мы подусмотрим. Управление образования продолжит работу по ведению мониторинга развития сети дошкольных организаций. Акимов городов районов принят действительные меры по обеспечению полного охвата детей В скором времени в Тимиртау появится новый детский сад на 300 мест. Он будет оборудован в бывшем психоневрологическом диспансере. Также в 2018 году будут построены садики в Дубовке, Бутакаре и в городе Приозерск. До 2019 года планируется открыть 9 мини-центров. А Ямамрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. День единения и всепрощения, милосердия и взаимопонимания. Именно так называли День духовного согласия участники круглого стола. Эта встреча Акима области Нурмухамбета Абдибекова с представителями традиционных религий и этнокультурных центров стала завершающим мероприятием в рамках празднования Дня духовного согласия. Одна из основ независимости – духовное согласие. Такое название получило завершающее мероприятие в рамках празднования Дня духовного согласия. В конференц-зале областного филиала партии «Нуратан» – лидеры местных религиозных и этнокультурных объединений. Среди них – председатель Азербайджанского культурного центра «Намус» Гюлягар Заев. Он отметил, что представители разных религий сосуществуют бок о бок, и это большое достижение Казахстана. Вот создана такая атмосфера для нас в Казахстане, что не зависит от нации, не зависит от религии, вероисповедения, все мы дружно, мирно отмечаемся в этот день. И благодаря земле Казахстана, жителям всего Казахстана, здоровья сейчас желаю всем, всех благов. В своем выступлении глава области Нурмухамбет Абдебеков отметил, что 24 года назад, в октябре 1992 года, в Алма-Ате по инициативе президента состоялась первая сессия Всемирного конгресса духовного согласия. За одним столом собрались представители всех религий, духовных, общественных организаций, известные ученые и деятели культуры, которых волнуют проблемы духовности. И с тех пор, 18 октября, в Казахстане отмечается День духовного согласия. Это день единения и всепрощения, милосердия и взаимопонимания. Это день важен для всех казахстанцев. День духовного согласия способен сплощать у нас на основе традиционных нравственных ценностей. Говоря о мировозглавных ценностях, о культурных сокровищах, мы не можем обойти в вопрос в религии. На казахской земле присутствовали практически все мирные религии. И при этом здесь никогда не было фанатизма, нетерпимости. И не случайно Казахстан стал той стороной, где прошли уже пять съездов в лидерах мировых и традиционных религий. Участники круглого стола отметили большую роль ассамблеи народа Казахстана в сохранении духовного согласия. Согласие и духовность сами по себе категория лично. Как вечная, трудная память, традиции взаимоуважения, дружбы. Для ассамблеи народа Казахстана для этой культурных объединений области сегодня нет более важных задач, чем прочие отношения согласия и мира в обществе к воспитанию казахстанского предприятия. Мощные опоры для нас служат проводимой стране в институциональной реформе. С 10 октября повсеместно в Карагандинской области было проведено множество мероприятий, приуроченных к этому дню. Представители религиозных объединений посетили семь медицинских учреждений с тяжелобольными пациентами. Там они побеседовали с ними и вручили небольшие подарки. Итоги всей недели подвели за круглым столом. Участники приняли резолюцию, главный смысл которой заключался в единой цели представителей всех религиозных и этнокультурных объединений нашего региона. Сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Республике Казахстан. Андрей Тенес, Ламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В сельских районах нужно создавать семейные откормочные площадки, молокоприемники и сельхозкооперативы. Такую задачу поставил Аким в области Нурмухамбет Абдивеков перед сельскими чиновниками. По словам главы региона, в районах есть желающие начать свой бизнес. Однако в силу неграмотности многие из них не могут реализовать свои идеи. Им необходимо помочь, подчеркнул Аким. В настоящее время в области почти 75 тысяч личных подсобных хозяйств. Только 54% их продукции поступают на прилавки магазинов. Основные причины – отсутствие в регионе убойных цехов, сельхозкооперативов и молокоприемников. Поэтому перерабатывающие предприятия загружены лишь на 60%. Решение данной проблемы – это создание семейных откормочных площадок. Предусматривается объединение откормочных площадок в кооператив с целью организации централизованного убоя скота на убойных площадках, с ветеринарной лабораторией и холодильным оборудованием, рефигератором и кормоцехом. Решить эту проблему могут сами сельчане. Достаточно лишь загореться идеей и открыть свое дело. В качестве первичного капитала сельчанам предлагают воспользоваться государственной программой «Дорожная карта занятости-2020». Обязательным условием для получения кредита является оформление индивидуального предпринимательства. Со стороны Казагра будет предоставлен кредит и лизинг в нужном объеме. Однако, по словам чиновников, в селе мало желающих заняться бизнесом. А если и есть, то у них нет залогового имущества. Однако Акима области такой ответ не удовлетворил. Глава региона подчеркнул, что людей нужно правильно мотивировать. Мы пока раскачаемся. Финансовые ресурсы, которые на эти направления были выделены, их благополучно наши южные коллеги быстро освоят и еще будут просить. Понимаете? Никто же не говорит о том, что за нами закреплен некая квота, которую мы должны выбрать. А мы будем там долго готовить документы. Оперативно надо все решать. Людей к таким программам надо готовить заранее. Сельские акиматы должны заниматься оформлением и регистрацией учредительных документов, создаваемых кооперативов, отметил Аким области. В будущем в регионе создадут более 60 пунктов по приему молока. Также появятся около 3000 семейных откормочных площадок. Работу найдут свыше 5000 человек. Кроме того, Минсельхоз планирует сам обучить сельских акимов правилам привлечения предпринимателей и основам мер микрокредитования и кредитования. А Ямамлина Улжас Габасов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» подписала меморандум с венгерской компанией о расширении производства оригинальных лекарственных препаратов. Соглашение было достигнуто в Астане в рамках казахстанско-венгерского бизнес-форума. На сегодняшний день «Фитохимия» выпускает порядка 2 миллионов ампул и порядка 150 миллионов таблеток и капсул твердой лекарственной формы. В настоящее время холдинг планирует расширить производство. Будет построен дополнительный участок. Венгерская компания намерена вложить инвестиции и будет заниматься упаковкой и выпуском готовой формы для Европы. По словам руководства холдинга, Карагандинский завод будет поставлять за рубеж лекарства из полыни и уникальный противоопухолевый препарат – арглобин. К другим новостям. 19 октября первый заместитель Акима Карагандинской области Саубек Дюсибаев посетил участок автомобильной дороги на пересечении улиц Гоголя и Ленина. О планах развития улично-дорожной сети Караганды на 2017 год доложил Аким города Нурлан Аубакиров. В следующем году запланировано строительство участка автомобильной дороги на улице Приканальная от проспекта Республики до улицы Татимбета. Запланированы также капитальный ремонт улицы Гоголя и средний ремонт 131 участка автомобильных дорог. Об этом Аким Караганды Нурлан Аубакиров сообщил в ходе своего доклада первому заместителю Акима Карагандинской области Ассалбеку Дюсибаеву. На следующий год будет освобождение по этапу. У нас есть второй проект, это разработано с учетом строительства нового центра. Сейчас уже активно идет застройка с учетом панель центра. На улице Гоголя будет происходить усширение до шести полос проезжей части, тротуары, технические тротуары. И расширение в районе кондитерской очень больших шести полос автодорогов. Средним ремонтом планируется также охватить основные улицы города. Всего в 2017 году планируется отремонтировать 135 километров автомобильных дорог. Первый заместитель Акима области Ассалбек Дюсибаев дал поручение Акему Караганды в течение двух недель согласовать с общественным советом данный перечень ремонта автомобильных дорог. Кроме того, в ходе объезда Ассалбек Дюсибаев отметил несвоевременную работу по уборке первого снега. Руководителю КГП благоустройства Нурлану Мусипову и заместителю начальника техэксплуатации Калио Разбекову объявлены выговоры. Одна третья техники пришла. Это погрузчики. Погрузчики однокубовые. И вот на следующем деле еще часть. Думаю, до конца, до начала ноября в технике уже новые компьютеры. Мы с новостями уборки справимся. По итогам выездного совещания первый заместитель Акима области дал ряд поручений Акему города и проектным институтам. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В преддверии празднования 25-летия независимости молодые полицейские присягнули на верность родине и народу. Торжественное мероприятие состоялось на плацу УВД города Караганды. В торжестве принял участие начальник областного департамента внутренних дел генерал-майор полиции Мергимбай Жапаров. Служить и защищать – таков девиз сотрудников органов правопорядка. В строю порядка 60 новобранцев. Среди них и рядовой полиции Мирас Кукозов. 23-летний карагандинец признался, что служба в полиции была его давней мечтой. После военной службы поступил на трехмесячные курсы в Тимиртаусскую школу МВД. Есть, конечно, ответственность, но я сегодня очень рад вступить в органы внутренних дел. Я принял эту присягу, обещаю длинным зерном быть до конца, допустим, служить народу, служить в своей родине. Всего 50 сотрудников сержантского состава произнесли торжественную клятву. От десяти сотрудникам подразделения ОВД были торжественно вручены первые офицерские погоны лейтенантов. С принятием присяги новобранцев поздравил начальник ДВД Карагандинской области Мергимбай Жапаров. В торжественной речи он выделил главные качества казахстанского полицейского – безответная любовь к родине, высокая сознательность, чувство ответственности за исполнение долга и правовая грамотность. «Принимая присягу, вы не идете служить своему народу по совести и чести. Образцово поднял служебный долг. Помните, что главные качества для любого полицейского – это, прежде всего, любовь к нашему отечеству и сфорике Казахстана». Получив свои первые погоны, сражепорядка отправились свои подразделения. Новобранцы пополнили ряды ДПП, следственного управления, криминальной полиции и других подразделений. «Что пожелать молодым сотрудникам? Они, как знаете, где мы живем, в нашем городе будет обеспечена охрана общественного порядка и другие их функциональные обязанности. Молодым сотрудникам пожелаю соблюдать честь офицерского мундира успехов на работе». Частая головная боль может быть симптомом многих серьезных заболеваний. Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а пройти специальные обследования. 19 октября – очередной день открытых дверей состоялся в Карагандинской клинике «Гиппократ». Прием проводился совершенно бесплатно, а обследование – с большой скидкой. Параклинические методы исследования, в том числе дуплексное сканирование сосудов головного мозга, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография – все это в клинике «Гиппократ» используется для выявления причин головной боли. Медики отмечают, что сосудистая патология во всем мире является чрезвычайно распространенной. «Сосудистая патология является индикатором социального здоровья, биологического, биометрического здоровья населения. Которая определяет молодость, работоспособность, ну и, соответственно, формирует так называемую концепцию безопасности государства». Иначе говоря, чем чище и эластичнее сосуды, тем здоровее человек. Но не только патология сосудов головного мозга может вызывать головную боль. Заболевания периферической нервной системы также могут вызывать мигрень. С легкой руки главы государства пять лет назад в клинике «Гиппократ» появились уникальные лечебные аппараты. Результаты поразительные. «Ни одного больного мы, ну, конечно, мы проводили ранжирование, мы не каждого больного берем, мы учитываем противопоказания и показания, но ни один больной на операционную стол к нейрохирургам не ушел. И это очень хороший показатель. Надежность оборудования, которое с легкой руки нашего президента было привезено сюда, оно показало в течение времени того, что мы обладаем очень величайшим оборудованием медицины на весь Казахстан». Одно из самых распространенных заболеваний – это остеохондроз шейного отдела позвоночника. С помощью этих устройств болезнь успешно лечится. «После сеанса лечения на аппарате пациент получает еще физиолечение магнитотерапию. Также в конце курса лечения предусмотрена лечебная физкультура. То есть у нас пациент не просто лечится на аппарате, он также и физически реабилитируется. То есть специальные упражнения для шейного отдела, изометрические упражнения на растяжку. И вот такой вот хороший большой комплекс лечения, который захватывает 22 процедуры, плюс другие методы лечения – медикаментозная, физио, лечебная физкультура, физическая реабилитация – очень эффективна при лечении данной патологии. Дискогенной радикулопатии. Карагандинская клиника «Гиппократ» периодически проводит Дни открытых дверей, посвящая каждое мероприятие определенным заболеваниям. Сегодня карагандинцам предлагалось избавиться от головной боли. С утра у специалистов уже побывало порядка 30 пациентов. Прием в рамках Дня открытых дверей бесплатный, а лечение – с большой скидкой. Андрей Тенжек, Сылк-Нурта, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганду посетила невестка героя Советского Союза Бауржана Мумышло Зинеб Ахметова. Это первый визит в шахтерскую столицу известной писательницы, автора книг «Счастливые дни» Бавалар Аманата. Она проведет в городе несколько дней и встретится с молодежью Караганды. Воспоминаниями о герое Советского Союза Бауржане Мумышло Зинеб Ахметова поделилась в студии нашего телеканала. Также известная писательница поделилась своими мыслями о подрастающем поколении, их воспитании, ценностях и культуре казахского народа. Влияние Запада оголило наших девушек, влияние Востока заставило их облачаться в хиджабы и паранжу. Однако я хочу заявить, что казахские девушки никогда не одевались так. Мы потеряли национальные ценности, их нужно возрождать. Полную версию эксклюзивного интервью Зиньи Бахметовой вы можете посмотреть на сайте нашего телеканала в ближайшие дни. А жители шахтерской столицы смогут встретиться воочию с писательницей 20 октября в концертном зале Шалхаман. Встреча состоится в 18 часов. Аям Амрина, Исламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok